Для детей, достигших 14 лет. Привет, это снова Регион 10, снова Роман Попов и снова Раннее Утро. А все почему? Потому что мы едем в наше очередное путешествие. И сегодня это будет город Лисаковск. Город Лисаковск очень приятное место, куда я очень люблю ездить. Потому что это компактный, чистый город, в котором приятные люди. И по возвращении из Лисаковска всегда получаются очень интересные выпуски. Если не верите, проверьте сами. Опа, глазом не успели моргнуть, а мы уже в Лисаковске. Магия монтажа. Погода пасмурная, на улице прохладненько, но город от этого не стал менее красивым. Он, как всегда, прекрасен. Давайте посмотрим, что нас ждет в этом городе. Друзья, за моей спиной находится монумент независимости. Он пока еще не готов. Идут последние завершающие работы. Но на момент выхода нашей передачи в эфир он уже будет в полном облачении, так сказать. А пока что давайте послушаем, что он будет из себя представлять. Мы сейчас находимся возле монумента независимости. Этот объект у нас строится по поручению Акимовой области, который был дан в феврале этого года. И, соответственно, в марте текущего года была разработана дорожная карта по установке монумента независимости на сумму 4,256,000 тенге. Высота монумента составляет около 15 метров. И вот, как мы видим, у нас будет здесь размещен флаг, соответственно, на флагштоке. И будет размещен герб государственный. И с двух сторон будут размещены еще таблички с текстом государственного гимна. И краткая информация, познавательная о наших государственных символах на государственном языке. Друзья, если кто-то не знал, вот эти вот настенные картины на домах называются мурал. И в Лисаковске появилось сразу два таких. Один из них вы сейчас видите. На второй мы поедем чуть позже. В честь празднования 50-летия города Лисаковский и 30-летия независимости Республики Казахстан в рамках программы «Рухани Жангру» спецпроекта «Куркибер-Кустанай» у нас в городе появились два прекрасных мурала. Получается, для этой работы мы привлекли с Алматы художника Александра Романова. И вот за счет спонсорских средств у нас появились вот эти два мурала. 6-й микроф, 43-й дом. Там у нас мурал такой исторический, патриотический, воинственный. Он как-то более направлен именно на 30-летие независимости. Спонсором у нас является товарищ с ограниченной ответственностью «Арай Холдинг». Этот мурал у нас обошелся на сумму 3 миллиона 800 тысяч тенг. А это второй мурал. К сожалению, камера не передает всей красоты его, потому что это выглядит очень объемно и очень круто. Ну, практически как живая книжная полка, на которой стоят, как вы видите, самые разные книги, самых разных авторов. И смотрится это просто потрясающе. По адресу 11-й микрорайон, 18-й дом. Спонсором является Альберт Павлович Рау. Получается, этот мурал у нас обошелся на сумму 2 миллиона 280 тысяч тенге в виде книжной полки этот у нас мурал. Лисаковск город небольшой, но очень чистый и очень благоустроенный. И все потому, что здесь занимаются не только центральными улицами, центральными площадями и так далее, но и вот такими вот маленькими двориками. Как видите, здесь положили новый асфальт. И сейчас мы узнаем, как много таких дворов в городе Лисаковске. У нас предусмотрено по городу ремонт дорог площадью 6828 квадратных метров. В этом текущем году мы уже провели именно вот ремонт таких дворов в пяти дворах. Произвели. На сегодняшний день мы уже 5830 квадратных метров охватили. В ходе ремонта у нас сразу предусматривается замена асфальтового покрытия, замена бордюр. Благоустройство города Лисаковска касается не только дворов, не только центральных улиц, но и тротуаров. Сейчас мы находимся как раз на одном из таких участков, где идет работа по укладке брусчатки. В рамках текущего ремонта тротуаров по городу предусмотрена укладка 3234 квадратных метров брусчатки. На сегодняшний день работа идет на тротуаре по улице Манглик-Ель. На данной улице будет уложено 2020 квадратных метров. На данный вид работы у нас выделено и бюджет 33 миллиона 600 тысяч. В Лисаковске жители очень трепетно относятся к своему городу. Они обращают внимание на каждый листик, на каждую трещинку, ямочку какую-то, на неприбранный мусор, и специально для них открылся центр Айкомек, в который может обратиться любой горожанин и обратить внимание Акимата на какие-то проблемы, которые требуют решения. Как это происходит, сейчас узнаем. Во-первых, это связь с жителем. Они обращаются на короткий единый номер 109, жители города. И с городских телефонов, с мобильных телефонов могут задать вопрос. У нас создан штат набран. Это представляет из себя операторов и аналитиков. Всего 5 человек у нас. У нас город небольшой, как бы мы... Сюда выведена система видеонаблюдения. Соответственно, она в этом году будет и в последующие годы будет расширяться. На этот год планируется, выделены финансовые средства в отделе ЖКХ на приобретение и установку 25 камер видеонаблюдения с выводом. То есть у нас запасов есть, как бы будем сюда выходить. В городе Лисаковске, как и в любом другом городе, идет активное строительство жилья. Вот, например, сейчас мы находимся с вами на территории стройки и видим начало закладки фундамента дома для очередников, тех, кто стоит в очереди на квартиры. И буквально в следующем году они уже зайдут в новенький дом. Даже не верится, да, что сейчас здесь вообще ничего нет, даже стен еще нет. А в следующем году тут будет вот примерно вот такой вот дом. Ну, здесь будет построен девятиэтажный жилой дом, трехподъездный на 105 квартир. 24 будет здесь однокомнатных квартиры, 30 трехкомнатных и 51 двухкомнатные. Всего по общей площади дом занимает где-то 8,5 тысяч квадратных метров. Площадь квартир будет порядка 6 тысяч квадратных метров. Вот в этом году начали строительство. Проект рассчитан на два года постройки. Ориентировочная стоимость всего строительства вместе с авторским, с техническим надзором, с подрядными работами. Где-то порядка миллиард 150 миллионов. А здесь будет древочный парк. То есть жители близлежащих домов смогут приходить сюда, да, и вообще жители со всего Лисаковска смогут приходить в центр с детьми. Дети здесь будут играть, лазить по этим конструкциям. Все совершенно, естественно, бесплатно. То есть не будет никого там платного входа. Мы, значит, на данном месте планируем здесь обустроить данную территорию. И создать здесь веревочный парк, называемый вот так. То есть в нем будет расположено по центру канатные конструкции с полосой препятствия для детей. На тартановом современном покрытии, цветного формата, значит, с лазилками, с прыгалками. Немножко дальше будет площадочка для более маленьких детей. Там тоже такие с искусственно созданными неровностями. Такого у нас по области, насколько я знаю, еще нигде нет. Планируем начать в этом году. Ну и, естественно, и закончить в этом году. Немножко сейчас идут процедуры. Задержались с госзакупками. Выходил подрядчик недобросовестный, с которым пришлось расторгнуть договор, подать на него в суд, в недобросовестный, в признание. Поэтому сейчас другой заключим договор с другими и начнем. Я думаю, к сентябрю начнутся работы. Мы находимся на аллее Садпаева. Что здесь особенного именно в этом ее месте? А особенного здесь то, что уже в этом году тут появится, вот прямо на этих плитах, где я иду, так называемый пешеходный фонтан. То есть фонтан без привычного всем вот этого парапета. То есть детям не надо будет через него перелезать, чтобы купаться в нем. А просто струи будут бить прямо из брусчатки или покрытия. Там я не знаю, как оно будет называться. Вот прямо из того, что вы видите за моей спиной. Представьте, теперь там будет фонтан. Ну, я сейчас вставлю картиночку. Вот примерно так он будет выглядеть. При реконструкции данной аллеи Садпаева у нас была идея создания здесь пешеходного фонтана. И вот в этом году за счет меморандума заключенного с ТО КАС ЦИНК заключили договор на устройство пешеходного фонтана на сумму 14 миллионов 600. Здесь по центру будет расположен фонтан размером 8600 на 4600. Особенность его в том, что на поверхности не установлена фонтанная чаша с водой, а все оборудование с чашей находится внизу под брусчаткой. Там все оборудование спрятано. И возникает такое ощущение, что как будто бы струи бьют из-под земли. Реализацию данного проекта мы планируем начать в ближайшее время и к концу сентября уже закончить. Друзья, вот и закончилось наше очередное путешествие в Лисаковск. И я думаю, что вы убедились в верности моих слов, произнесенных вначале, что это замечательный город, что здесь всегда можно снять замечательный материал. Я напоминаю вам, что вы можете сами предлагать свои темы, обращаясь по контактам, которые вы видите на экране. Мы приедем к вам в район или в поселок, снимем ваших соседей, знакомых, родственников, если они действительно достойны того, чтобы о них узнала вся область, а то и мир. А на этом я с вами прощаюсь. В кадре был Роман Попов, за кадром Руслан Джабаев. Всего доброго. Пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин